Всем привет! Вы на канале Готовим Дома. Сегодня приготовим торт с персиками. Торт легко готовится и получается очень нежным и невероятно вкусным. Этот торт должен попробовать каждый. В чашу миксера разбиваем 5 яиц. Яйца взбиваем до легкой пены и постепенно высыпаем 320 грамм сахара. Сюда же высыпаем 8 грамм ванильного сахара. Все взбиваем до плотной пены примерно 5-7 минут. Во взбитые яйца тонкой струйкой вводим 100 мл рафинированного подсолнечного масла, не прекращая взбивание. Отдельно смешиваем 250 грамм муки и 1 чайную ложку разрыхлителя. Муку с разрыхлителем просеиваем и аккуратно смешиваем со взбитыми белками с помощью лопатки в 3 подхода. Так как в одну форму для выпечки все тесто не поместится, выливаем 2 трети части теста в первую форму и остальное во вторую. Диаметр моих форм для выпечки 21 сантиметр. Если у вас одна форма для выпечки или в духовку не получается поставить сразу 2 формы, тогда замешивайте половину нормы теста и выпекайте коржи отдельно 2 раза, так как это тесто не может долго стоять. Подготовленные формы ставим в разогретую духовку до 180 градусов и выпекаем 35-40 минут до сухой палочки. Бисквиты уже остыли, достаем их из формы и разрезаем. Я это делаю струной для разрезания бисквита, ссылку где можно купить такую струну я оставлю под видео в описании. Также вы можете разрезать коржи ножом или ниткой. Должно получиться 3 примерно одинаковых коржа. Приготовим заварной крем. Всего понадобится пол литра молока. Половину молока выливаем в статейник и ставим на огонь. В оставшееся молоко насыпаем 50 грамм крахмала и 35 грамм муки. Все хорошо перемешиваем венчиком, чтобы не было комочков. Молоко начинает закипать, выливаем в него оставшееся молоко с мукой и крахмалом. Варим на небольшом огне, постоянно перемешивая, чтобы не пригорело. Смесь должна загустеть и дойти практически до кипения. Если смесь не догреть, то может остаться привкус сырой муки. В отдельную миску насыпаем 300 грамм творога любой жирности. Всего понадобится 250 грамм сахарной пудры. Примерно 100 грамм высыпаем в творог. Творог с сахарной пудрой измельчаем погружным блендером или в измельчителе до получения однородной массы. В отдельную миску выкладываем 250 грамм сливочного масла комнатной температуры. И добавляем оставшиеся 150 грамм сахарной пудры. Сюда же добавляем 8 грамм ванильного сахара. Все взбиваем примерно 5 минут, пока не побелеет масло. Ко взбитому маслу добавляем по 1 столовой ложке заварного крема, каждый раз взбивая миксером. Затем сюда же по столовой ложке добавляем измельченный творог. Точно так же каждый раз хорошо взбиваем миксером. Два свежих персика чистим от кожуры и нарезаем небольшими кубиками. Собираем торт в кондитерском кольце. На дно кладем первый корж. Для удобства по бокам вставляем ацетатную пленку и сжимаем кольцо до размера коржа. На корж кладем примерно 3 столовые ложки крема и равномерно распределяем его по коржу. Сверху на крем кладем половину нарезанных персиков. На персики кладем крем и разравниваем его. Кладем следующий корж, крем, персики, крем и накрываем последним коржом. В итоге должна остаться примерно четвертая часть крема, которая понадобится для украшения. Оставшийся крем и собранный торт накрываем пищевой пленкой. Все ставим в холодильник примерно на 6 часов. Прошло 6 часов. Предварительно достаем крем, чтобы он успел нагреться до комнатной температуры. Затем достаем торт, вынимаем его из кондитерского кольца, переставляем на подставку и снимаем ацетатную пленку. Сначала торт обмазываем небольшим количеством крема, чтобы прибить бисквитные крошки. Сразу же поверх грунтовочного слоя на бока торта накладываем основной слой крема. Бока торта выравниваем кондитерским шпателем. Наверх торта кладем оставшийся крем и тоже его выравниваем. Торт ставим примерно на 1 час в холодильник, для того, чтобы застыл крем. Крем уже застыл. Украшать торт будем с помощью трафарета из набора. Ссылку на такой набор трафаретов я также оставлю в описании под видео. Трафарет кладем на застывший крем. Сверху торт равномерно посыпаем какао с помощью маленького ситечка. Аккуратно снимаем трафарет. Торт получился очень нежным и вкусным. Крем в этом торте очень похож по вкусу на мороженое пломбир. И он замечательно сочетается с ароматными персиками и нежным бисквитом. А такое украшение по силам даже начинающим кулинарам. Если вам понравился рецепт такого торта, то обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал Готовим Дома. А также подписывайтесь на мою страничку в инстаграм. Ссылка в описании под видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно! Готовьте с удовольствием! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!